привет любителям рыбалки гость сегодняшнего нашего обзора катушка аккума epixor xt новинки чуть меньше года и потому встречать будем по одежке два слова о дизайне и хотя внешность агрегатов заслуживает более подробно описание которое может не уместиться даже несколько абзацев серый и черный пластик загадочно блестит мельчайшими вкраплениями в стиле звездная пыль интересно сочетание резких и четких формообразующих линий корпуса и закругленных очертаний ротора шпуля коричневого оттенка винты креплений с головками под торкс наверное по замышлену инженеров акумы это должно предотвратить несанкционированное проникновение неопытных пользователей во внутрь механизма целом агрегаты смотрятся компактно и агрессивно в комплекте кроме инструкции пользователя есть еще схема расположения деталей и не спешите ее выбрасывать маленьком пристегнутом пакетике две регулировочные шайбы которые помогут вам разместить цилиндр намотки по шпуле в самом выгодном для вас положении запасная шпуля отсутствует но есть возможность приобрести дополнительную и даже более того вы можете выбрать два варианта исполнения мелкая для работы со шнуром или глубокая для работы с леской и флюорокарбоном модельный ряд состоит из пяти модификаций но у нас представлены только три это агрегаты с размером шпули 234 и отсутствующие 5 и 5 с половиной тысяч по шимана это положение требует некоторого уточнения дело в том что с легкой руки одного из видеоблогеров появилось мнение что размер шпули кума эпиксор исти не соответствует заявленному сейчас носи в своем ролике он показывает что шпуля четырехтысячного агрегата даже меньше аналогичной детали у двухспомни тысячной даевы надеюсь я не задену чувство поклонников продукции компании даева и сравню шпулю эпиксор 40 м с шпуле shimano 4000 экзаж которая чисто случайно касалась у меня в кармане как видите размеры практически идентичные потому если вы чаще пользуетесь нетай войской шкалой то можете смело ориентироваться на привычные цифры в названии катушек ну и чтобы закончить со шпулей разборку механизма мы начнем именно с нее и для начала разберем флексион он собран из 6 дисков по 3 фетровых и 3 стальных толщина фетровых прокладочек увеличена и они хорошо пропитаны заводской смазкой диаметр пластинок 19 миллиметров что позволяет обеспечить максимальное тормозное усилие до 10 килограмм ход регулятора переднего тормоза четыре с половиной оборотов и это позволяет очень тонко дозировать усилия сопротивления сверху пакет тормозных дисков закрыт резиновой прокладочкой меньше влаги меньше пыли меньше грязи и меньше проблем с эксплуатацией и чтобы передний фрикцион у вас всегда в катушке работал надежно не забывайте смазывать фетровые прокладочки соответствующими марками смазочных материалов клипса правильная она металлическая круглая и подпружиненная и хотя в спинговой рыбалке этот элемент конструкции используется крайне редко все равно приятно что инженеры уделили ему должное внимание язычок трещотки также металлический и звук издаваемый им громкий и приятный процесс вращения шпули на штоке облегчает пара из бронзовой втулки и подшипника закрытого типа ниже на штоке расположена зубчатая колесика трещотки и пара регулировочных шайб душка ротора толстая полая ролик вращается на комбинации второпластовой втулки и шарикоподшипника опять-таки закрытого типа механизм автоматического сброса дужки стандартный и особо внимания не заслуживает тем более современные спиннингисты предпочитают совершать этот процесс вручную отметим только достаточно мощную пружину рукоятка алюминиевая кноп покрыт его и вращается на еще двух шарикоподшипниках при смене положения ручки не забудьте также переместить и пластиковую вставочку специфической формы которая обеспечивает плотное прилегание фиксирующего винта к оси ведущей шестерни декоративные накладки по бокам корпуса фиксируется пружинистыми стальными застежками для проникновения внутрь нам придется снять ротор и воспользоваться специальным ключом откручиваем пять винтов и отделяем ножку от всего остального механизма это очередное ноу-хау о комы призванная повысить сопротивление скручиванию при больших нагрузках надеюсь вы будете ловить только трофейных щук и судаков для того чтобы в полной мере оценить это важное усовершенствование внутреннее содержимое прорывными технологиями не радует зато все просто и лаконично 3 алюминиевые шестерни ведущая паразитная и зажатая между ними редукционная она обеспечивает медленную подачу штока и плотную укладку витков шнура близко друг другу по всему цилиндру намотки каретка движется по направляющим причем сверху эту функцию выполняет выступ на корпусе а снизу стальная пластина ведущая шестерня вращается на двух шарикоподшипниках закрытого типа ведомый вал на одном шариковым и одном роликовым подшипником и таким образом мы полностью пересчитали все указаны производителем детали а теперь мы соберем механизм в обратном порядке и прогоним его на намоточном стенде интересно как медленная подача шпули отразится на качестве укладки шнура ну что ж результат неплохой и чуть-чуть не дотягивает до отличного выраженного рельефа по цилиндру намотки не обнаружено хотя используем достаточно толстый шнур заполнение всего проема равномерно и достаточно гладкая суммируем впечатление полученное в ходе знакомства с аккума эпиксор xt катушка привлекает неординарным дизайном использованы интересные конструктивные решения кстати компания abu garcia была схожая попытка снизить торсионные нагрузки которая вылилась в производстве серии abu garcia ora но в агрегатах этой серии возникала проблема с доступом к обслуживаемым частям механизма как вы видели у эпиксор такой проблемы нет все четко видно наглядно и открыто медленное возвратно-поступательное движение штока дало неплохую укладку а ротор показался немножко массивным для агрегата такого размера и это несмотря на наличие вночисленных ажурных прорезей скорее всего утолщение стенок самые крупные вращающиеся детали вызвано необходимостью придать ей большую прочность при незначительной потере в весе кстати сами катушки назвать тяжелыми нельзя двухтысячная весит 210 грамм трехтысячная 270 а четырехтысячная 320 грамм уровень названных цифр неплохой даже для спортивного использования не говоря уже о любителях для которых прочность все-таки выходит на первое место небольшая масса обусловлена использованием высокоуглеродистого пластика и при этом цену на катушке удалось удержать в вполне приемлемых пределах от 45 до 60 долларов сша широкий модельный ряд позволяет каждому спиннингисту подобрать агрегат под вес и размер своих приманок маленькие катушки подойдут любителям подурить окуня на отводной или же с использованием блесен маньячик четырехтысячный размер наиболее универсален его можно использовать даже для хэви джига а вот для самых крупных пяти и пять с половиной тысячных размеров найти достойных соперников в наших пресных водах пожалуй сложновато безусловно ими можно таскать за лодкой воблеры класса манс 30 плюс или же анимировать на поверхности воды приманки весом более 100 грамм но лично я для таких рыболовных упражнений предпочитаю мультипликатор если у вас после просмотра этого ролика остались вопросы задавайте их пожалуйста в комментариях и я постараюсь ответить также интересно было бы узнать у вас об опыте эксплуатации катушек серии аккума и pixor xt а для того чтобы не пропустить следующий интересный обзор обязательно подпишитесь на канал и без рыбалка и мы с вами встретимся здесь или на водоемах страны а